Здравствуйте! Сегодня я хочу сказать коротко о такой вещи, как наследственный договор. Штука новая появилась не так давно и в принципе этим видом договора сумеют воспользоваться достаточно состоятельные граждане, которым есть что передавать по такому договору. По своей сути наследственный договор представляет собой соглашение двух сторон, в котором, соответственно, одна сторона приобретатель обязуется выполнять определенные другой стороной отчуждателем действия и соответственно в случае смерти этого поручителя это имущество переходит к исполнителю этих поручений. Соответственно, право собственности, которое определено этим договором, оно переходит без каких-либо дополнительных действий, которые, допустим, наследник должен выполнить в рамках наследования по закону или по завещанию. Соответственно, для чего это надо? У нас есть ряд, скажем так, состоятельных людей, которые должны, хотят держать в тонусе своих наследников. Соответственно, вот такие вот условия могут позволить добиться желаемого. То есть, чтобы наследники не расслаблялись, чтобы им гарантированно все не падало просто с неба в случае смерти наследодателя, появилась такая форма. При этом эта форма договора по сравнению с завещанием имеет приоритет. В отличие от завещания данный договор, если, допустим, была заключена серия таких договоров и они друг другу немного противоречат, применяется первая редакция этого договора. Отсюда и появляется правило о том, что, соответственно, отчуждатель такого имущества вправе заключать на одно и то же имущество несколько договоров. При этом все равно сохраняется приоритет обязательной доли в наследстве и правила наследственной трансмиссии к таким обязательствам они не применяются. Соответственно, вот такая интересная форма договора у нас появляется и, ну, дай это Бог, будут люди, которые ей воспользуются простые и смертные. Потому что, на мой взгляд, данная форма договора, в принципе, уже для каких-то небожителей или там владельцев каких-то больших коллекций, в общем, относительно обычного населения достаточно, владельцев достаточно большой массы накоплений и большого имущества завода-парохода. Соответственно, посмотрим, как это будет на практике, поскольку закон новый, у нас он от 19.07.2018 до 2017 ФЗ, так и называется, о наследственном договоре. В принципе, нотариусы, конечно, будут довольны появлением такой формы, поскольку, предполагаю, что сборы там будут все-таки за заключение такого договора не маленькие. Вот. Но, честно говоря, при наличии целой части гражданского кодекса о завещании, мне кажется, к этому виду договора поначалу будут относиться достаточно настороженно. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...